Все, бей руками, бей! Если отходит, руки поднимай. Вот она, да, мимо бьет. Голосы подсказки наставника помогают спортсмену выстоять и не растеряться во время боя. Грамотно подобранная техника ударов часто решает исход поединка. Есть разные техники. Можно бить чисто руками, по животу, и иногда вставлять руки, чтобы было посильнее. Можно драться на дальних расстояниях. Называется второстепенным. Ты как бы подходишь, бьешь, отходишь, бьешь ногой и уходишь. Ну, это более сложно, чем биться вблизи. Я выбрала первый вариант, потому что мне так легче. Женщины говорят, что не слабый пол, потому что, ну, в основном раньше. Все женщины сидели дома и готовили, но сейчас это не так. Мы же живем в современном мире, и у женщин много возможностей заниматься чем-то другим. Влечет таинство шинкиоку шинкай карате и представителей сильного пола. Стефан Черняев осваивает боевое искусство 8 лет. Все эти годы последовательно оттачивает мастерство. Успешно дошел до зеленого пояса. На этих соревнованиях я ожидал первое место и уже в финале. Вот, осталось выиграть один бой, и моя цель будет достигнута. Этот бой был тяжелый, потому что я перешел в новую категорию в 14-15. Тут посложнее будет, чем в 12-13. За меня в этом бою болели вся команда, и мне нравится ходить на карате. Киев-Кушинкай карате в Амурской области, он уже очень долгое время развивается. То есть с 90-х годов, и интерес к этому виду спорта не пропадает у молодежи. Потому что киев-Кушин – это все-таки не только спорт, но и больше воинский путь. Ребенок учится у нас в дисциплине, уважение к старшим. Они закаляют свой характер, прежде всего. Уважение к своим тренерам, к своим родителям. То есть очень сильно дисциплинирует ребенка. Поэтому я думаю, Киев-Кушин – это идеальный вид спорта для подрастающего поколения. Всего на чемпионате и первенстве Амурской области по шинке-окушинкой карате новый благоющенский фок на набережной Зеи встретил 12 команд. Больше 340 спортсменов старше 10 лет. Они прибыли в Амурскую столицу из разных уголков Дальнего Востока. Соревнования любого уровня, они очень важны для города. Конечно, соревнования и сегодняшний турнир Куашин-Киев-Кушин – это тоже важное мероприятие, которое показывает сплоченность наших детей и взрослых, где тренеры и наставники показывают свое мастерство. Причем этот вид спорта, который не только тренирует тело, но и тренирует волю, дух, воспитывает детей. Основные базовые принципы воспитания, отношения к взрослым, отношения к старшим – это очень важно. И я считаю, что это замечательный вид спорта, который показывает, каким должен стать будущий гражданин нашей страны. Этот турнир – не просто состязание спортсменов. Отборочный этап к чемпионату и первенству ДФО. Он пройдет во Владивостоке в марте. По его результатам сформируют команду, которая в апреле отправится в Санкт-Петербург на чемпионат и первенство России. Галина Мартынова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова